Интернет-мошенничество существует почти с самого начала возникновения глобальной сети. Из года в год злоумышленники изобретают все новые способы наживы, придумывают новые техники и приемы. В Роскачестве рассказали, как не попасться на удочку интернет-мошенников. Подробности у Анастасии Соболевской. Мошенники – народ изобретательный. То в три ночи позвонят с просьбой выслать денег сыну, сидящему в соседней комнате, то представятся с сотрудниками банка и просят номер карты. Но главная площадка для заработка многих мошенников – интернет. Чтобы уберечь свои данные от недобросовестных граждан и не лишиться денег, существует пять основных правил. Первое – проверять и перепроверять информацию из интернета, различные уведомления от банков, онлайн-игр или соцсетей. Второе – не вводить свои персональные данные на сомнительных, ненадежных сайтах. Даже когда вам грозят блокировкой аккаунта или банковской карты. Третье – не переводить деньги ради получения приза, компенсации или других выплат. Чем настойчивее вас просят это сделать, тем больше вероятность перед вами мошенники. Четвертое правило – проверять дату регистрации домена. Это можно сделать при помощи войск сервисов. Если он зарегистрирован неделю назад, стоит хорошенько подумать, прежде чем вводить туда номер карты или паспортные данные. Также стоит установить антивирус. Часть спама он все-таки отсеет. Пятое и последнее – проверять, использует ли сайт протокол HTTPS и есть ли у него действующий сертификат безопасности. Главный показатель – те же буквы HTTPS и изображение замочка в адресной строке. Если не нашли, вводить свои данные также нельзя. Пример мошенничества ролик на YouTube, который набрал больше полутора миллиона просмотров. В нем рассказывается о том, как получить компенсацию за утечку личной информации от Фонда защиты персональных данных. На самом деле такого фонда не существует. Однако многие заполнили форму для получения компенсации, заплатили 10 долларов и с удовольствием поделились персональными данными, включая номер банковской карты и код к нему. И, естественно, лишились не только 10 долларов, но и всех денег на карте. В таких ситуациях отзывы в комментариях о получении выплаты липовые. Следуйте этим советам, и тогда ваши деньги останутся при вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!